Тело 35-летней женщины обнаружили прохожие ранним утром возле дома на улице Масленникова. На месте работала следственная группа. В результате было установлено к преступлению причастна соседка потерпевшей. Ранее она уже была судима за причинение вреда здоровью. Вместе с братом они жестоко избили женщину. Как установили следователи, между потерпевшей и ее соседкой сложились длительные неприязненные отношения, в результате которых женщина, потерпевшая около 6 часов утра, стала выяснять отношения со своей соседкой. И во время конфликта соседка вместе со своим старшим братом жестоко избила потерпевшего. Она нанесла ей околоторезанные ранения груди и другие телесные повреждения, в результате которых потерпевшая скончалась на месте. После этого подозреваемые разделили потерпевшую и пытались спрятать окровавленную одежду, однако вскоре были задержаны сотрудниками полиции. Сейчас подозреваемые задержанные дают показания. Решается вопрос об избрании и меры пресечения в виде заключения под стражу. Записи с камеры видеонаблюдения помогли раскрыть кражу в магазине. В полицию обратился директор торгового павильона на улице Ишимской. Ночью в магазине сработала сигнализация. Сотрудники охранного предприятия обнаружили в помещении комплекса мужчину, явно нетрезвого. Продолжал пить и есть, несмотря на присутствующих стражей порядка. Зачем сюда забрался, ответить внятно не мог. Тогда задержанного отвезли в полицию. Там уже сотрудники уголовного розыска установили личность воришки. Ранее 35-летний житель Тюкалинска был судим за кражи. Он рассказал, что ногой проломил стену магазина и проник в торговый зал. Похитил деньги из кассы различных торговых точек в общей сумме более 14 тысяч рублей. Взял в виноводочном отделе коньяк и стал его распивать. Закусывал колбасой прямо на месте. В настоящее время по факту покушения на кражу следователям возбуждено уголовное дело. Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника отдела по расследованию ДТП следственного управления УМВД по городу Омску. Эксполицейский отправится на скамью подсудимых за получение взятки в значительном размере. Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления ОМВД России по городу Омску Алексея Липина, который в период 2018-2019 годов систематически частями получил взятку от своего знакомого адвоката Гладуна в общем размере 133 тысячи рублей за способствование совершения покровительства и попустительства по службе в интересах знакомого адвоката. На этих кадрах бывший начальник отдела ведет диалог с адвокатом. По версии следствия, взамен на деньги он делился служебной информацией по смертельным ДТП, давал контакты родственников погибших, которые впоследствии пользовались услугами именно этого защитника. Он помогал потерпевшим получить положенные в связи со смертью близких выплаты, за работу брал свой процент и делился со своим знакомым правоохранителем. Данные обстоятельства были выявлены в ходе проведения оперативных разыскных мероприятий, проводимых службой собственной безопасности регионального ОМВД, а также способствовали сотрудники Управления Федеральной службы безопасности в раскрытии и расследовании данного преступления. На сегодня обвиняемым при реальном обвинении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, это получение взятки в значительном размере за совершение незаконных действий. В ближайшее время Липину будет вручено обвинительное заключение и уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Адвокат в содеянном признался, активно способствовал следствию, рассказал все как было. Что касается бывшего сотрудника органов, свою вину он не признал. От дачи показаний в основном отказывался. Когда уголовное дело получило огласку, полицейского уволили из органов в связи с проступком, порочащим честь сотрудника органов внутренних дел. В ходе расследования в квартире обвиняемого было изъято 4 миллиона рублей. Уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд Омска. Тело 12-летней девочки нашли в котловане у деревни Ольгино, что в Крутинском районе. Следователи осмотрели место происшествия и допросили очевидцев. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Две девочки-подружки отпросились у родителей погулять, а сами побежали на котлован, который располагался в 300 метрах от их домов. Одна из девочек в возрасте 12 лет зашла в воду, чтобы искупаться, несмотря на то, что она не умела плавать. А поскольку очень обрызстый берег у этого котлована, который местными жителями использовался для водопоя скотиной, то девочка провалилась в яму и стала тонуть. Ее подружка побежала к ней домой, позвала отца, но когда мужчина прибежал к водоему и вытащил девочку из воды, она, к сожалению, была уже мертва. Сейчас следователи выясняют обстоятельства несчастного случая. Есть вопросы и к сотрудникам сельского поселения, в чьем ведении находится котлован. Опасный для купания водоем был не огорожен. Пригласите сюда переводчика, чтобы он мне достойчиво переводил по мой родной язык, чтобы я понимал. Я не понимаю. Вы как разговариваете? Нет, я не говорю. Вы владеете русским? Это мое дело. Я живу, я должен владеть. Прочитайте, дайте личного переводчика. Никак не хотел понимать судебных приставов владелец иномарки. Быстрая езда и больше 50 неоплаченных штрафов за нарушение дорожных правил едва не стоили должнику автомобиля. А с чего взяли, что это моя машина? ГИБДД предъявляет на вас штраф. А где их? Где бумага? Вот, читайте. Что читать? А читать не надо. Вучитель, значит. 29-летний житель Кировского округа общий язык с судебными приставами нашел спустя час, когда получил на руки акт описи своей иномарки и осознал, что рискует остаться без колес. Тогда речь вернулась, и задолжавший почти 50 тысяч любитель быстрой езды оплатил штраф на месте по банковской карточке. Перечисляет всю сумму, кажется, сам поверить не может, что расстается с деньгами. Зато на машине. Жесть. Официальная группа ВКонтакте.